С начала специальной военной операции Россия попала под действие западных экономических санкций. В первую очередь от них пострадала банковская система страны. Сокращены ее возможности в плане международных расчетов. В марте 2022 года прекратились обслуживания банковских карт, визы и мастер-карт, которые были выданы в России. Для российской экономики эта ситуация не критическая. И в конце концов, если люди будут меньше тратить денег за границей, то от этого российская экономика только выиграет. Карты каких банков работают за границей? Вопрос, который возникает теперь перед каждой зарубежной поездкой. Ситуация постоянно меняется и вводятся новые ограничения. Но в то же время находятся различные альтернативные варианты. Что касается карт МИР, то это наша внутренняя национальная платежная система. Карты этой системы принимаются в очень небольшом количестве стран. В первую очередь это страны ближнего зарубежья. Также пока не отвернулась от российских банков китайская платежная система UnionPay. Выпуск карты стоит в районе 3000 рублей. Также данную сумму нужно будет отдавать банку раз в год за обслуживание. Комиссия за снятие наличных в других странах составляет около 2%. Эта система выполняет почти такие же функции, как и визы и мастер-карт. Но по своему покрытию полностью не может сравниться с ними. Китайская международная платежная система охватывает 181 страну. Что меньше, чем виза или мастер-карт. Карты UnionPay выдаются в России очень небольшим количеством банков. И обслуживание таких карт обходится достаточно дорого. Тем не менее, если есть необходимость в поездке в страну, где такие... То их можно действительно использовать для того, чтобы избежать проблем с оплатой за границей. Китайская система может закрыть потребность в большинстве заграничных поездок. Однако лучше перед оформлением карты UnionPay в отделении банка уточнить, работает ли карта в стране, в которую вы собрались. В феврале 2023 года вошедшие в очередной пакет западных санкций банки Зенит МТС Банк и Санкт-Петербург предупредили о вероятном прекращении работы их карт UnionPay за границей. Что касается альтернативных, кроме банковских карт, возможностей оплаты за границей, то в первую очередь это наличные на данный момент. Это наиболее надежный, наиболее простой способ, который невозможно заблокировать. Для граждан Российской Федерации есть возможность открыть карту через Казахстан. Однако все не так легко, как кажется. Необходимо приехать в Республику Казахстан по загранпаспорту со штампом. Желательно оформить местный номер мобильного телефона. Получить индивидуальный идентификационный номер, аналог нашего ННН в ЦОНЕ. Подождать три дня, посетить выбранный банк и дождаться получения карты. Азалия Кузлахметова, Аделина Абдрахманова, Универньюз.